Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас включение студии, сегодня будет много включений. И наш сегодняшний гость – это Кристель Нант, журналист международного пресс-центра «Донай». И переводчик будет нам помогать сегодня. В общем, «Донай» вы все прекрасно знаете. Вы можете, собственно, общаться с Кристель посредством смайликов. Кристель вы сможете понимать смайлы и бобров и мтхарс. Да, в прямом эфире все это происходит. Итак, Кристель, здравствуйте. Здравствуйте. Несколько вопросов, на которые я уже знаю ответ. Это «Как добро в Донецке?» Да, я здесь на протяжении трех месяцев. Я приехал из Бельгии, где я жила. Я приехал на своем автомобиле. Что ж, путешествие заняло шесть дней, чтобы прибыть сюда. Что ж, достаточно долго. Шесть дней. А трудности какие-то были с приездом? С приездом. Да, чтобы пересечь границу Латвии и России. Потому что я не знала, какие там вообще ограничения. У меня был перевес собственных вещей. Что ж, мне пришлось избавиться от некоторых моих вещей, чтобы все нормализовалось. То есть вы не решились поехать через украинскую границу сюда, да? Через украинский ДНР. Нет, это было очень опасно. Да, согласен. Ну и, да, конечно, это мне неудобно. Хорошо. То, что вы увидели здесь. Я так понимаю, наши гости, я так скажу, зрителям скажу. Наша гость интересовалась событиями со времен Майдана. Собственно, она все видела, так скажем, как Майдан освещали, в том числе, русские телеканалы. И, соответственно, наша гость я видела каким-то образом, что происходило здесь, на Украине. И у меня в связи с этим вопрос. Чем-то отличалось то, что вы знали о том, что здесь происходит, от того, что вы увидели своими глазами? Что вы видели? Что вы ожидали? Да, это то, что я ожидала. Я была осведомлена тем, что здесь происходит, когда я сюда прибыла. Я знала, что здесь абсолютно нет никаких террористов. И я знала, что город очень чистый, его постоянно поддерживают. Но я был удивлен тем, что люди намного лучше, чем я ожидал. Да, интересно. Интересно. Но менталитет-то, наверное, отличается. Вам нравится вообще русская культура? Изучали, может, раньше? Да, это одна из причин, которая мотивировала меня прибыть сюда. Чем больше я следила за теми событиями, которые происходят на Майдане, я тем больше хотела прибыть сюда, на Донбасс. Чем больше я учила, изучала в российской культуре. И тем больше я чувствовала себя ближе к российской культуре, чем к европейской. И, да, мне нравится, как здесь люди ведут себя, то, как они думают. И мышление людей абсолютно отличается здесь, чем в Европе. Здесь люди намного солидарные и справедливые, и мужественные. И более организованные. В Европе и в Восточных странах в целом люди более индивидуальны, они индивидуалисты. Там абсолютно нет никакой солидарности. И они ничего не делают, то, что здесь происходит. Это то, что здесь происходит. То есть они абсолютно ничего не делают, они просто наблюдали за этим, и все. А не наблюдали ли? Потому что, ну, допустим, мы мониторили германские СМИ, и оказалось, что там, во-первых, политика очень непопулярна. Я считаю, что правительство, да. Но то, что действительно здесь происходило. Потому что целью НАТО является поддержка Киева. Они притворяются, что они не видят этих нарушений. Нарушения минских договоренностей, конвенций. И западные СМИ распространяют эту ложь среди гражданского населения. Донбасс в конфликте, он практически отсутствует в средствах массовой информации на Западе. И люди, которые живут на Западе, они не знают, что происходит на Донбассе. Ну, вот вопрос из чата. Насколько возможно донести обычному, ну, так сказать, волонтеру-журналисту информацию отсюда на центральной телевидении? Ну, не телевизионы, а западные СМИ, они содержатся богатыми людьми, которые находятся близко к правительству. Только через интернет. Он работает достаточно продуктивно через наши веб-страницы и через канал, который находится в Ютубе. А вот такой серьезный вопрос. Если не показывать людям, что здесь происходит, что... Люди, я имею в виду, на Западе, что здесь происходит, если обычные люди не будут знать, что поменяется. Ну, точнее, не поменяется, а что будет, если мы им не покажем. Но что будет, если мы не видим, что действительно происходит в Донбассе? Я думаю, что очень важно показывать, что здесь происходит. И то, что происходит между Западным и Россией. Потому что Донбасс – это часть этого конфликта. Соединенные Штаты и НАТО. Could you repeat one more time? То есть этот конфликт... Донбасс – это важный в этом конфликт, который США хотят иметь с Россией. Это Донбасс находится в центре этого конфликта, потому что НАТО этого хочет. Если мы откроем глаза для гражданского населения, то, что действительно здесь происходит, то, что это все затеи НАТО, то, возможно, гражданское население остановит своих лидеров. А оно может? Can civilians stop them? Да. Если будет достаточно много людей. А есть такие примеры, когда гражданское общество в Европе могло повлиять на власть? Do you have some examples when ordinary civilians can influence on government? Это происходило в прошлом. Во Франции была французская революция. Когда люди решили о их вере. И люди решили что-то сделать. И все больше и больше людей интересуются в том, что происходит на Донбассе. И мы надеемся, что гражданское население Франции остановит правительство Франции. Потому что будет какая-то мотивация у гражданского населения Франции проявить какую-то агрессию против самого правительства Франции. И мы надеемся, что мы поможем как-то этим людям, чтобы они остановили это. Вот интересно, что получается. Значит, получается следующее, что здесь правительство, которое пришло ко власти в результате Майдана, оно, в общем-то, представляло интересы западного правительства. Это становится нам очевидным. И получается, что здесь люди тоже хотели как-то остановить. Сначала словами, собравшись вместе. И здесь ставленники Запада направили против нас военную технику. Мы очень боимся, что если вы не учтете наш опыт, с вами может случиться то же самое. Что вместо того, чтобы послушать, против вас просто тоже направят БТР и технику военных вооруженных. Потому что это одни и те же люди. Это один человек. Люди в западных странах, они не чувствуют себя настолько веками. Они не заинтересованы политическими или геополитическими проблемами, чем здесь люди. У нас была конференция в Седово несколько дней назад с молодёжью, с молодой республикой. И я была удивлена той глубиной вопросов, которые они нам задавали. У них действительно хороший взгляд на политику. И они осведомлены тем, что происходит в Европейской Союзе и во Франции, и в Соединённых Штатах. Аналогично, что является ложью в западных странах. Люди имеют очень низкую политическую культуру. В западных странах? Да, в Соединённых Штатах. А в западных странах люди совсем не проявляют интерес к политике. И мы должны показать им, что это важно. Что должны придавать внимание этим политическим вопросам. Даже то, что происходит нескольких сотен километров от них самих. Я написал статью об этом несколько дней назад. И более 1200 человек уже просмотрели эту статью. Что люди начинают пробуждаться. Я просто хочу вам рассказать, ну, лично вам, наверное, есть такое мнение тоже в определённой части людей, у небольшой части людей, тем не менее, оно высказывается в части. То есть, если ваши люди, не вас, имеется в виду, а тех, кто остаётся дома, да, и остаётся индивидуалистом. Они не интересуются, что происходит. Что у него происходит уже по соседству. Да, то есть, что если у них будут такие же проблемы, собственно, а здесь русские хрешат, то мы уже будем копивать кофеёк и не помогать вам в том числе. Но я могу сказать, что многие не разделяют эту точку зрения, что мы как раз, несмотря на эти проблемы, мы вам будем продолжать помогать так же, как мы это делали во второй мировой уровне. То есть, менталитет наш совершенно не поменялся, мы готовы к самому пожертвованию, чтобы незнакомым вам, пусть индивидуалистам, пусть не знающим ничего о нас, тоже было хорошо. Я хочу, чтобы люди действительно пробудились. Потому что я вижу, что конфликт происходит между НАТО и Россией. Федерацией. И даже если это выглядит немножко безнадёжно, в любом случае мы должны стараться изо всех сил, чтобы восстановить это. Интересно. Я смотрю на комьюнити во Франции, а мне очень импонируют люди, они кажутся мягкими. Кажутся такими, я не знаю, поймёте ли вы это слово, неформальными. То есть, свободномыслящими. Необычные люди. Определённые, да. Определённые, да. И такое ощущение, что в Европе их больше, чем в России, чем в России. Но почему-то у меня ассоциации, что это слово домысля, оно должно как раз объединять людей. Что люди совместно должны решать проблемы, ну, во-первых, что ело, во-вторых, с соседями безвозмездно, вот как это делаете вы. Но в действительности людей из других стран здесь не так много. Как вы думаете, почему? Минорити, and what do you think, why this kind of people are a minority there? It was wanted by the western elites. The education level was lower. И уровень был, он просто упал. People now have no general culture. Сейчас они не осознанны общей историей и культурой. The history courses are reduced more and more. Курсы истории всё меньше и меньше преподаются. The aim is to have people who have not enough cultural background. И там превалируют люди, у которых просто нет достаточно фоновых знаний в истории. Чтобы понять то, что действительно здесь происходит сейчас. And they have pushed people to be only consumers. И они как бы толкают людей, и они становятся потребителями. So they push people to be individualists. Они делают так, чтобы люди становились индивидуалистами. You have only stupid TV shows. Глупые телевизионные шоу. Where you encourage people to be more and more stupid. Где просто делается это всё для того, чтобы люди становились глупее и ещё глупее. And in school you don't teach properly to people to be able to understand text. Что в школе, там, на Западе, детей не обучают должным образом. And to have the historical basis to understand the current situation. И у них нет основных фоновых знаний в истории, чтобы понять то, что здесь в действительности сейчас происходит. So it's a full propaganda work. Это просто полная пропагандистская работа. To have sheep. Просто чтобы сделать овцы. Из деревьев. Я понял. А можно... I got it. Такой, может, неожиданный вопрос. Можно понять, допустим, чему обучают сейчас в школах? Допустим, у вас. Ну, привет. What children learn in western countries? Как вообще, как ситуация с образованием? Это касается только... What in the situation in general? Или, допустим, в western countries? It deals with the history or maybe with other subjects. Даже читая сейчас. Young people are not able to read properly. Молодое поколение не может должным образом читать. Даже писать. Они делают очень много ошибок в их собственном родном языке. У нас та же проблема. We have the same problem. Yeah. So, but if you don't... If you're not able to understand properly text... Если вы не можете понять должным образом текст... Then you have big problem. Значит, у вас будут большие проблемы. Because you don't understand what's happening around you. Потому что вы не понимаете то, что происходит вокруг вас. You are not able to understand the information, which is provided to you by the media. Вы не способны понять и воспринять ту информацию, которая распространяется средствами массовой информации. And so it's easy to manipulate you. И... Это легко... И поэтому легко манипулировать вами. В истории, например, они перенесли... John of Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Которые объясняют, почему была французская революция. So... The state now of education in western countries... So... The state now of education in western countries... Is only to be able to produce workers. Просто состоит в том, чтобы делать из людей обычных рабочих. That's all. They have no general culture. They have no general culture. They are not taught how to... 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 ...use their critical mind. ...использовать свой мозг для того, чтобы критиковать что-то. Have you logic? Have you logic? Subject of logic? No. No. It's everything to learn by heart. Только все учить наизусть. Просто люди делают роботов, которые просто воспринимают информацию и отдают ее. Программирование. У тебя есть программное оборудование, технологии IT? В школах? В школах. Технологии, но как использовать компьютер. Те же проблемы. У нас все-таки изучают примитивные программирования. Многие дети учат C-sharp или другие языки. В нашей стране, если вы выберете в школах предмет программирования, то вы можете поступить в учебное заведение. Но и все, но в школе нет. В школе просто самые основные знания. Какие приметы основные в школе? Какая литература в школе? Я закончила школу давно. У нас были основные классические авторы, такие как Зола. Но сейчас современные поколения даже не читают такого. А русская классическая литература Достоевский и Толстой? И русская классическая литература Достоевский и Толстой? Нет, в школах нет. Мы не читали. Интересно, что мы знаем, кто такой Виктор Гюго. Это интересно, потому что мы знаем, кто такой Виктор Гюго. А, например, кто такой Достоевский? Из школьной программы европейских стран не очевидно. Это не очевидно, что люди из восточных стран не знают, кто Достоевский. Поэтому я сказал, что люди из русского мира у них больше понимания, чем в западных странах. Так, в микрофон меня просят говорить, хорошо, буду говорить в микрофон. Так, вопросы, если есть по кросс-культурному, какой-то обмен мы сейчас можем совершить. Я пытаюсь общаться с чатом. I can communicate with the chat. Да, из Бельгии наш от гостя. Я пытаюсь ответить. Да, интересно. Все-таки, что же делать? Вот спрашивают про Brexit. Как? 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 Вам нравится Евросоюз? Как союз? Вам больше нравится идея маленьких государств или большого союза? Я не поддерживаю Европейский союз. То, какой он сейчас. Потому что то, что сейчас в Европейском союзе страны потеряли свой суверенитет. Они не решают ничего в иностранной политике. В политике оборонной. И они даже ничего не знают в финансовой политике. На данный момент эти страны не существуют. И Европейский союз руководится людьми, которые не избираются. То есть это больше не демократия. А люди вообще могут выбрать правильно? Они же выбирают всегда из-за ограниченного количества людей? Которые редко бывают именно улучшены. И могут выбрать какие-то неправильные? Даже если это не неправильное, это должен быть их выбором. То есть, если даже это не будет подходящим каким-то выбором, это просто будет их выбором. Это основное понятие демократии. Но, конечно же, было бы лучше, когда хорошо образованные люди будут руководить. Я считаю, что это огромная программа, которую нужно сделать. И чтобы переобразовать молодое поколение. Предоставить им инструменты, чтобы понять ту информацию, которая предоставляется им. Чтобы быть способными критиковать эту информацию и анализировать. Я бы очень хотел еще поговорить, пообщаться. Когда вас можно будет пригласить еще раз? Мы с удовольствием. С удовольствием. Да, хорошо, мы сейчас тогда поймем, когда. К сожалению, нам нужно сейчас заканчивать эфир. Но мы, я думаю, в дальнейшее время еще. Полчаса прошло очень быстро. С удовольствием. Итак, у нас была Кристель Нинт. Будем приглашать вас еще. Спасибо большое. Спасибо.